И всем привет, ребят, с вами Сарбаки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня у нас на поездке дня обзор, обзор на лучший дрон за кристаллы на сегодняшний момент. Сегодня мы вместе с вами пройдемся по дрону Гиперион, расскажу все свои мысли связанные с этим дроном, почему считаю, что именно он является лучшим на сегодняшний день. Также у нас относительно недавно был видеоролик с топ-5 дронами нашей игры, в описании оставлю ссылочку на него и в конце видоса там будет тоже кликабельная темка, по которой можно будет сразу перейти на этот видеоролик, если досмотрите его, конечно же, до конца. Ну и если вам интересно, то посмотрите вообще полный топ-5 дронов за кристаллы, которые для меня лично на сегодняшний день есть. Насчет Гипериона, сразу хотелось бы сказать, что это, кто не знает, дрон, который дает возможность игры с полной расходкой на постоянной основе, нету кулдауна на броню на ддшку, на двойной урон и на нитру. Также кулдаун аптечки 12 секунд, что является крайне-крайне быстрым кулдауном и дает возможность дополнительной жизни. И также этот дрон не подавляется, да, то есть его работа не прекращается ни при каких обстоятельствах и на постоянной основе он будет давать свой профит. Из небольших минусов это то, что он жрет по два припаса, да, то есть не по одному, а по два припаса дополнительно забирает каждое прожатие расходки. Но в целом, если сравнивать его с кризисом, то количество потраченной расходки будет маленькое даже, я бы сказал, не то, что даже небольшое. Я бы сказал маленькое, да, то есть там нет вообще ничего такого. Я думаю, что даже в моменте на том же бустере, там ловкачи, ну на любом другом дроне, да, у вас будет тратиться плюс-минус столько же расходки. Просто здесь за счет того, что вы будете дольше жить, у вас, ну единственное, наверное, только аптек будет хавать больше. Скатаем сегодня на одном из моих излюбленных вооружений, и это будет как раз-таки страйкер с дистанционкой, это будет диктатор, это будет то вооружение, на котором мы постараемся пожить на респах. По сути, с этим дроном работает любое вооружение, на котором вы будете долго жить, да, то есть вы можете здесь использовать любой средний корпус, ну желательно именно средний, потому что чтобы у вас была возможность где-то хотя бы спрятаться за какой-нибудь там стеночкой или еще чем-то, да. На тяжелом, ну менее эффективен, менее эффективен. И как раз-таки лучше использовать именно те пушки, которые хороший ДПМ наносят, да, по сути, можно, конечно, пробовать использовать тот же рикошет с Гелиусом, но он будет менее эффективен. А вот, например, Скорпион с каким-нибудь средним корпусом, я думаю, что тоже может очень и очень неплохо работать с этой комбиной. Но в моем случае диктатор-страйкер смотрится супер круто, да, поэтому мы давайте запикаемся сейчас в как раз-таки ТДМочку и постараемся эту комбинацию реализовать. Также относительно недавно я записывал видос с Викинга Смакойна, который тоже играл с Гиперионом, и таких вооружений вообще много, очень много, да. То есть в любом режиме, в котором вы хотите поиграть на очки, на киллы, на уничтожение противника, везде этот дрон будет суперэффективен. И лучшего дрона на сегодняшний момент на дистанции нету, да, именно для уничтожения противника, для жизни, для набития большого количества очков, да. Но также не забываем, что максимальная эффективность этого дрона будет в том случае, если вы будете как раз-таки долго жить. Чем дольше вы живете, тем больше эффективность этого дрона. Ну а что касаемо, например, того же захвата флага и регби, да, все так же там ловкач будет поинтереснее смотреться, чем Гиперион за счет дополнительной скорости. Но и там есть определенные вооружения, на которых Гиперион будет тоже очень-очень солидно, круто и жестко смотреться. Даже может быть лучше, чем ловкач, если вы, конечно, не играете четко только на увоз флага, либо на доставку мяча. Так, уже на протяжении полторы минуты нас что-то ищет, ищет бой. ТДМ-очка что-то как-то не хочет, не хочет пока что давать нам каточку интересную, которой мы попробуем как раз-таки реализовать нашу замечательную комбинацию. Ну, ждем, ждем, надеюсь, что просто боев нету, а не у меня какой-то лак дополнительный, потому что может быть и лак произойти. Давайте, наверное, даже лучше обновим эту всю ситуацию. Потому что мне уже почему-то кажется, что реально что-то багануло. В последнее время с поиском есть какие-то определенные проблемы, потому что нестабильно он работает. То бросает, то не бросает, то долго очень ждешь. И потом надо просто обновить, да, из-за того, что какой-то лак происходит, и ты попадаешь в какую-то отдельную шкалу, где не бросает тебя в боечек. Ну, надеемся, что нас сейчас закинет, и желательно, конечно, чтобы нас закинуло не на супер большую карту, потому что все-таки нужно понимать, что гиперион это дрон, который супер большой скорости не будет тебе дополнительно иметь, да, и до определенной точки, чтобы доехать. Надо тоже немного времени, но, в общем и целом, все равно, я думаю, что реализация у нас должна быть, и почему-то меня все равно не закидывает бой. Поэтому давайте лучше я поставлю видос на паузу, чтобы долго тут еще не сидеть, не было болеть. И как только мы запикаемся, сейчас обновлюсь, продолжим. Спустя пару-тройку минут меня наконец-таки закидывает. Пришлось обновиться и дополнительно еще подождать одну минуточку, и нас закидывает. Сейчас посмотрим, куда. Нас закидывает на кунгур. Хорошая карта. По званиям тоже все очень приятно. Есть отличная возможность сдать большое количество киллов, ну и, конечно же, дополнительно пожить. На такой карте позиция, на которой можно хорошо стоять, это, конечно, за вражеским домом. Но для того, чтобы нам туда заехать, надо сначала уничтожить как раз-таки тех противников, которые сейчас под нас играют. И, кстати, в начале видоса я вроде как сказал, что у нас на аптечку кулдаун 12 секунд, а на самом деле на нее кулдаун 14. Ну, грубо-то как бы на таймере показывает 13, но вообще 14 секунд кулдаун. Поэтому, если что, извиняюсь, это у нас на минуточку кулдаун 10, а на аптечку у нас 14. Чуть-чуть перепутал. Так, позицию занимаем. Довольно неплохо будет, если мы здесь поживем. 66 киллов у меня уже есть из 8 для этого боя. Ну и по званиям нам, откровенно говоря, повезло. Но, учитывая, что это матчмейтинг и это вполне нормально, да, то стараемся как раз-таки выполнить нашу главную задачу. Это прожить как можно дольше на определенной позиции. В моем случае это позиция на вражеской базе. И постараться дать как можно больше киллов. В рамках именно режима ТДМа, да, именно командного, командной ТДМочки. Это вооружение вообще супер-супер хорошо работает с Гиперионом. Если вам эта тема интересна и хотели бы видеть больше вооружений на Гиперионе, где я буду делать акцент исключительно не на вооружении, а на как раз-таки использовании дрона и его реализации, то можете написать по этому поводу в комментариях. И я постараюсь уже что-то интересное преподнести с этим замечательным дрончиком еще. Так, Гаусс, конечно, меня сейчас очень здесь жестко прикрыл, закрыл, уничтожил. Но Реса ТМ я думаю, что мы брать не будем. Есть у меня овердрайв, который давайте я сразу прожимаю. Вижу большое количество противников, которые концентрируются плюс-минус в одной точке. Гаусс мне сразу опять же сбивает расходку, и я улетаю, к сожалению, на Респ. Но в этом случае все равно я считаю, что лучше иметь иммунку от пробития. Все-таки здесь, помимо этого Гаусса, есть еще два танка, которые будут наносить как раз-таки пробитие. Хоть и эта Эмми такая неприятная очень штучка, но мы будем стараться здесь жить. Пока что у нас как раз-таки этот Гаусс выбивает с той позиции, на которой я был бы суперэффективен. Ну, либо же мы можем все-таки взять иммунку от него, занять позиционочку и благополучно там пожить. Я даже не знаю, как лучше нам поступить. Наверное, давайте лучше мы так и сделаем. Так, я видел там Рикошет Гаусс. Рикошет Гаусс Скорпион. Наверное, такой Редис мы сейчас возьмем. Как раз-таки, чтобы к этому Гауссу подъехать в упор и спокойно его переиграть. Пушим сейчас правую зону. По катке, хоть и начало у нас было стопроцентное за нами, сейчас уже ситуация изменилась в худшую сторону. И есть определенного рода проблемы. Ну и лаг сервера, который супер неудачный. Прям супер неудачный лаг сервера. Я уже мог бы там по стенке доезжать практически до вражеского респа. Пока что на Гиперионе не удается мне долго пожить. И это, конечно, плохо. Чем меньше вы живете, тем хуже реализация вашей комбинации. Поэтому нужно стараться эту ситуацию исправлять. И будем пробовать сейчас это дело реализовывать. Так, Гаусс у нас уже под стеночкой здесь стоит, выжидает, накидывает. Блин, и я... А, гром меня сломал. Я думаю, я на миночке подорвался. Пока что не дают мне занять правую зону. Может быть, тогда попробуем сыграть через лево. Как раз-таки займем левую зоночку. Встанем там, где-нибудь за стенкой, за домиком. В принципе, позиций на вражеском базе довольно-таки много. Единственное, там могут быть ближние респы. И на этих ближних респах меня будет сливать с нулевым уроном. Но пока даже и там не получается ничего занять. Магдум с пробитием меня уничтожает. И все пока что складывается не так круто, как я хотел бы. Да, вот этот вот Викинга Гаусс, который решил сыграть за стенкой. Он портит всю малину нам. Но это его грамотные действия. Здесь как бы нельзя про это не говорить. Так, здесь минка. Ага, даже вот так он делает. Ну, плюс-минус читаемо, что он прожмет овер. Плюс-минус читаемо было. Я, в принципе, ожидал такого расклада. Что он может на этом тайминге уже иметь оверку и прожать ее в меня. Возможно, специально пытается так отыгрывать под меня, но не знаю. В принципе, ничего страшного, наверное, для себя и не вижу. Единственное только то, что мне сейчас надо попытаться опять эту позицию пробить каким-то магическим образом. Доехать хотя бы туда, до задомика. Если доеду, то уже будет возможность пожить. Уже будет возможность пожить. Попробуем сейчас реализовать как раз-таки свой овердрайв на тиммейтах. И тогда поедем уже пушить зону. Блин, не реализовал. Гаусс уничтожает тиммейта. На которого я хотел раздать оверку. Аптечку прожимаем. Доеду, наверное, до респа. Если мне сейчас тут ничего не прилетит. Ага. Иночки расставляет молодой человек. Два магнума влетают мне в голову. Четко причем. В голову дабл мина стоит. Дабл мина, которую я хаую. И гаусс, который прожимает ДДшку, но не успевает свестись. Отлично, мы его на респуносим. Минимум, мины его сгорели. Позицию он потерял. Плюс наши тиммейты прожимают верхнюю зону. Ну и сейчас будет возможность занять позицию выгодную. И наконец-таки сделать то, что я хотел сделать изначально. Но мы уже по киллам прям очень плохо смотримся в этом бою. Блин, начинает этот магнум теперь мне доставать. Начинает магнум накидывать пробитие. Уже резисты от страйкера у нас понабирали. И пробуем занимать позиционочку. Блин, скорпион залетает. Ну что же за жизнь такая? Почему так сложно? Блин. Казалось бы не все. Казалось все будет нормально четко с самого начала. А тут уже противничек такую приемочку показывает хорошую. Что уже реализация моя к сожалению становится не такая простая как хотелось бы. Ну ладно, мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Пытаемся все так же продолжить занять позицию. Потому что это лучшая позиция для Кипериона на этой карте. И по сути на каждой карте можно найти очень хорошую позицию для реализации именно вашего вооружения. Ну и магнум здесь дает целых 2 контентовых сводки. Если у нас под стенкой здесь гаусс. Нет, гаусса под стенкой нету. Гром выкатывает только на заднюю стеночку. Выдаем ему тычку раз. Выдаем тычку два. Рез от магнума я как раз таки не взял. А вот магнумы по мне работу показывают. Показывают жесткую работу. В плюс 10 уже идем. Плюс 10 уже идем. Ну и... Давайте пробовать через лево тогда. Я не знаю. Меня как-то вообще контролят. Контролят молодые люди. Контролят. Не дают мне позиционку занять хорошую. Качественную. На которой я бы... Мог бы дать максимум на своем вооружении. Поэтому пробуем. Пробуем что-то здесь реализовать. Рабитие от магнума очень противное. 24 килла у нас. В рамках такого боя. Это очень слабый честно говоря результат. Это очень слабый результат. Без контролинга здесь. Ну наверное выбивать можно. Было все 70. Если хорошо пошло бы. А так мы имеем всего лишь. Всего лишь 50. 50-ку. О, 50-ку. 30-ку, да, наверное. Плюс-минус будет. Около 30-ти. Так, магнум в очередной раз в позиции. И меня опять набревают. Жестко. 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 Не думал, что я... Словлю такое большое сопротивление в рамках матчмейкингового боя. Но пока что оно присутствует. Мы не сдаемся. Наша задача все так же остается выиграть в первую очередь эту катку. Даже если я сейчас так же не смогу занять позицию. Ну тогда можно лишь респектануть противнику за его грамотную игру. Магнум промахивается наконец-таки. Получается занять позицию довольно выгодную для себя. Теперь чуть-чуть аккуратно на откат сыграть бы. Чуть-чуть пожить. Аптечку можно вжать. Расход как наконец-таки у нас обновляется. Хотя бы одну расходку обновить это уже неплохой результат. Магнум промахивается. Это очень хорошо. Есть возможность чуть-чуть дальше еще шире сыграть. Теперь накидывочку можно сделать по викингу. Добавить еще, добавить еще. Вот она, вот она реализация. Та, которая должна быть на этом вооружении. То есть ваша задача супер, супер жить, супер жить. Вот если вы супер живете и расходку пережимаете хотя бы раза 3-4. Это уже очень хороший результат. Накидка пытается залетать жестко. И вы видите сразу, сразу, сразу. Какой отрыв сразу начинается. То есть у нас был счет. У нас был счет супер близкий с противником. И как только позиционочка начинает залетать. Все, отрыв полетел. Просто полетел сразу отрывчик у нас. Противник пытается выбить. Теряет очень много драгоценного времени. Выбивает меня. Но у нас уже плюс 30. И я с позиции забираю где-то наверное килов. Килов 10. Килов 10 для команды. Это очень хорошая реализация своего дрона и комбинации в целом. Для такого боя. Ну и уже вот такая реализация дает нам возможность закончить с победой эту катку. Раздаем дополнительный овердрайв. Гаусса сливает. Ну вернее Гауссом себя сливает. Так отлично. Еще добавочка критовая. Еще добавочка по танку. Ну и здесь уже выпушиваем максимум респа. Стараемся добивать. 5 киллов до конца. Должны заканчивать уже эту катку. На хорошей позитивной ноте. Вкусной победкой. Карманчики. 1 килл. Ну и наши тиммейты я думаю добивают. Вот. То что я хотел вам показать. 44 килла. По сути больше половины боя. У меня не получалось сделать то что я хотел сделать. Ну по итогу мы все таки пробили эту зону. Противник дал нам встать. Ну и мы реализовали на максимум. Просто на максимум. В том моменте. Нашу комбинацию. Поэтому если вы грамотно и четко понимаете. Да. Что вы должны делать на карте. Чтобы получить максимум от своего дрона. Это касается наверное любого даже дрона. То вы будете по итогу всегда окупаться. Да. И будете получать максимальную прибыль. С того или иного вооружения. Да. Это как касается гипериона. Так и касается любого другого дрона. Главное это четко понимать. Пункции и преимущества вашего дрона. На сегодняшний день гипериона возможности. Это как раз таки давать возможность жить. И за счет дополнительной жизни. Набивать большое количество киллов, очков, опыта, кристаллов в нашем матчмейке. Пишите что вы думаете по дрону гиперион. Согласны ли вы с моей точки зрения или не согласны. На каком дроне вообще вы играете. И какой вам дрон больше всего нравится. Поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком. Если он вам понравился. Подписывайтесь на канал если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Добавляйте пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента. Который находится в настройках игры. В аккаунте кемо личный тег. Это тег тимп. Устанавливайте его. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов. И на 20 тысяч танкой. На вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.